Продолжим нашу работу по теме координаты. И во второй части нашего урока мы рассмотрим, как можно реализовать движение по координатам. И реализуем второй уровень нашего проекта под названием «Код в лабиринте». Для начала воспользуемся учебно-демонстрационным проектом в студии юно-разработчик «Игр Беларусь», который называется «Изучаем координаты». Ссылку на этот проект ты можешь найти под этим видео. А я сразу перейду в скретч и мы поработаем с этим проектом. Итак, мы в студии юно-разработчика «Игр Беларусь» и находим этот проект. У него номер 6 и называется он «Изучаем координаты». Открываем этот проект и сразу будем выполнять те рекомендации и инструкции, которые здесь написаны. Написано, что проект рекомендован для изучения координат и команд перемещения по координатам. И нам сразу нужно нажать на синюю кнопку вверху «Посмотреть код», читать комментарии и выполнять рекомендации. Давай так и сделаем. «Посмотреть код». И мы видим, что у нас здесь есть сцена, на которой, вспоминаем, есть фон. И вот этот фон здесь вот я нарисовала. Может быть, не очень красиво, но схематично, надеюсь, понятно, что у нас есть горизонтальная ось «Х» и вертикальная ось «У». А также знаками «плюс» и знаками «минус» обозначило то, что здесь у нас будет «Х» всегда положительный, плюс 1, 2, 3, 4 и так далее. Здесь «У» положительный, плюс. А здесь, наоборот, «Х» отрицательный и «У» отрицательный вниз. Ну, давай все-таки перейдем к тем рекомендациям, которые нам нужно выполнять. Выберем наш спрайт «Кота» и посмотрим, что мы можем сделать, какими пользоваться командами. Ну, во-первых, мы видим первую команду, когда щелкнут по флажку, наш спрайт переходит в координаты «Х0», «У0». Если вдруг мы что-то сделали, перевели его в другие координаты, вот мы видим, что координаты изменились, нажимаем флажок и код попадает в середину сцены. Чтобы было понятнее, можно его немножко уменьшить, можно с этим проектом работать, потому что он как раз-таки создан для того, чтобы здесь можно было что-то делать. И пока ты смотришь видео, я тебе рекомендую повторять за мной, ставить его на паузу и выполнять те операции, которые я сейчас буду выполнять. Дальше, следующее, у нас в комментарии написано «Рекомендации для проверки работы команд». Сейчас я подвину. Перетяни каждую по отдельности к этому блоку и нажми «Пробел». Этот блок означает, что обрабатывается нажатие клавиши «Пробел». И я беру, перемещаю команду «Изменить х на 10». Читаю комментарии с помощью положительного числа. 10 спрайт двигается по горизонтали по оси х вправо. И если я сейчас нажму «Пробел», действительно код пошел вправо. Уберу эту команду, возьму другую, «Изменить х на минус 10», нажимаю «Пробел» и вижу, что когда у нас вычитается от значения координаты х какое-то число, минус 10 или мы можем написать минус 1, минус 2, минус 5, минус 100, попробую разные значения. И наш код все равно двигается влево. И если отслеживать, как меняются его координаты, здесь можно увидеть это, то у нас уже х становится отрицательным, минус. Если мы сейчас вернем команду «Изменить х на 10», опять нажмем «Пробел», вот х увеличивается, увеличивается, доходит до положительного значения и дальше уже становится положительным. И пока мы нажимаем, вот у нас координаты. Здесь у скретча есть определенная защита, чтобы мы не потеряли нашего спрайта. Дальше значение х не меняется. Оно осталось 261. Оказалось бы, больше, чем 240. Это за счет того, что, если ты помнишь, у спрайта есть центр. И если рассматривать координаты центра кота, то да, центр в координате х261. Но здесь еще торчит хвост, и мы можем его достать. Давай продолжим экспериментировать с координатами. Нажмем на флажок, чтобы наш код вернулся в середину. Возьмем следующую. «Изменить у на 10». Ну, надеюсь, помнишь, что у – это вертикальная координата. Нажимаем пробел, и действительно, значение у у нас меняется вверх, увеличивается. Аналогично возьмем «изменить у на минус 10». Нажимаем пробел, и видим, что у уменьшается, и потом становится отрицательным. А наш код движется по вертикали вниз. Команду «Перейти в х0, у0» мы уже проверяли, когда нажимали на флажок, но можем и сюда ее добавить. Нажмем пробел, будет результат тот же самый. Какие еще у нас здесь даны команды? Еще дана команда «Установить х» в значение, «Установить у» в значение. Ну и где эти команды находятся, надо показать. Вот они здесь. Здесь мы изменяли х, изменяли у, и вот команда «Установить х», «Установить у». Это все команды из группы «Движение». Понятно почему, потому что все они нужны нам для того, чтобы перемещать нашего спрайта по сцене. Ну и здесь, если мы будем выполнять команду «Х0, у0», у нас ничего не изменится, потому что наш персонаж в этих координатах находится. Но если я его сейчас смещу и выполню эту команду, можно просто кликнуть по ней мышкой, я получу перемещение его, смотри, уже как не в точку «Х0, у0», а изменилось только «Х», стало равным нулю. Сюда можно внести любое другое значение, допустим, 45, и наш персонаж переместился по координате «Х». «У» при этом не меняется, остается прежним. Вот давай еще посмотрим, какое можно значение там другое задать. Выполним, смотри сюда, как изменится «Х» и «У». «Х» стало равным 23, как и здесь указано в команде, а «У» как был минус 110, так и остался. Аналогично работает команда «У», установить «У» в значение, и если я по ней кликну, то понятно, что «Х» останется прежним, а «У» станет равным заданному в нашей команде. Нажимаем, вот наш спрайт переместился, и действительно его координаты изменились. И последняя команда, с которой мы можем поэкспериментировать. Я ее не присоединяю к блоку, который выше, просто потому что далеко. Можно просто по нему щелкать мышкой. Ну и для того, чтобы было более наглядно, мы тоже сместим наш спрайт куда-нибудь и щелкнем мышкой по команде. Эту команду мы в некоторых проектах использовали, и наш спрайт плыл, перемещался из одной точки в другую. Куда бы мы его сейчас не поместили, щелкаем мышкой по этой команде, он в заданную точку перемещается из любой точки, в которую мы его поставили. Можешь поэкспериментировать с этими значениями. Например, я напишу здесь сейчас минус 100, для того, чтобы стало интересно. И посмотрим, как изменится местоположение спрайта. Вот получилось, что по горизонтали он сместился влево, потому что «У» я не меняла. Если я сейчас изменю «У», ну, допустим, 200, то, наверное, догадываешься, он сместится куда? Вот туда, вверх. Давай посмотрим. Причем он как бы не перепрыгивает, а мы видим его движение. Давай для наглядности сделаем, чтобы он плыл не одну секунду, а две, помедленнее будет двигаться. Вот, немножко медленнее и ушел вверх. Вот с помощью этого проекта мы изучили практически все команды, которые нам нужны для работы с координатами. Команда «Перейти в XY», команда «Плыть в точку», команда «Изменить X», «Установить X», «Изменить Y», «Установить Y». Сейчас, если ты в процессе просмотра урока не ставил видео на паузу, я рекомендую это сделать и поработать с проектом. Изучаем координаты, ссылку на который ты можешь найти под видео, и выполни все те рекомендации, которые здесь написаны. Либо пролистывай урок назад и смотри и повторяй за мной. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!